Кванцевская статья есть. Кстати, называется она очень забавно. Пентиум хорошо, а ум лучше. Автор этой статьи, господин Баабабов. А-ба-ба-бабабов. Вот, это я. История была такая. Игорь Федорович Акулич в некоторый момент в жизни получил доступ к мощному компьютеру. Сейчас, конечно, вы можете смеяться, а тогда это было большое событие. Человек был очень талантливый, поэтому он сразу стал экспериментировать с разными вариантами. И нашел три закономерности, о которых немедленно написал статью для журнала Кван. И, соответственно, каждый раз у него не было доказано некоторое утверждение о последовательностях. После того, как статья была опубликована, мне удалось две из этих закономерностей доказать. А третью, что называется, почти доказать. В том смысле, что я понял, какой ответ, но до конца его доказать не сумел. Через несколько лет украинский математик Равский сумел до конца доказать. И уже в научном журнале это было опубликовано. А вот то, что я сделал, так совершенно две с половиной задачи из трех, это было, их решения были изложены в статье под названием «Пентиум». «Пентиум» — это понятно, что такое компьютер. «Пентиум» — это хорошо, а он лучше. Одна из этих трех задач была такая. Он стал рассматривать некоторые последовательности из букв А и Б. «Пентиум» — это не к этой задачи. Это как задача про разрезание слова из букв А и Б. «Наполиндромы». Это была третья из задач, которую придумал тогда Акулич. Та самая, которую я не до конца решил. То есть ответ придумал, а доказать его не смог. Продолжение следует...